Рассвет нового тысячелетия для Федеративной Республики Германия оказался более радуждым во всех смыслах этого слова, чем когда-либо прежде, особенно если сравнивать с началом прошлого столетия. Две мировые войны, вслед за ним разъединение, которое завершилось объединением лишь 9 лет назад, с момента разрушения советской власти. Один из самых нациалистических народов мира в новом мире сейчас процветает под руководством канцлера Герхода Шрёдера, максимально сосредоточивший свою политику на развитии экономики. Напряжения в мире не было никакого, поскольку многие конфликты стран в СМИ особо не освещались, а между всей Евразией день за днём подписывались новые договорённости. Казалось, что мир во всём мире успешно наступил, и партию за Федеративную Республику Германию можно было спокойно завершить, продолжив Бату на Шрёдере развивать свою страну безо всякой поддержки. Однако действия президента США всё испортили, поскольку активная заинтересованность ресурсами других держав начала склонять американский бизнес к прямым военным конфликтам. Так, в 2004 году президент США Джордж Буш на активной конференции заявил о требовании завоевать Ирак из-за непонятных аргументов в виде использования химического оружия. В момент ярого неповиновения миру во всём мире, канцлер Германии, в ответ на угрозу иракской независимости, выявил жёсткий город на независимость от потенциального вторжения с государства Кувейта. Результатом жёсткой политики Герхода Шрёдера стало быстрое отступление американцев с Ближнего Востока, превратив очередную гибель нации от бесполезной войны. Однако от последствий не спасся сам Шрёдер. Ценой своей руки Герхард был подвержен бесконечной атаке со стороны немецких СМИ. И после выборов 2005 года Шрёдер был отстранён от главенства социал-демократов, оказавшись выписанным из имён великих соцдемов. Началось справление истинных социал-демократов, которые своим активным стремлением назвали создание единого европейского государства вокруг бельгийской столицы. 2007 год. В Африке и Центральной Азии начался джихадистский реванш, в результате которого воссияли новые славпистские державы. Начался поток беженцев из стран Африки и Центральной Азии прямиком в Европу. Китай, видя угрозу жихадистов во всём мире, анонсировал свою политику по бацификации Уйгурского района, дабы теоризм не распространился на территорию Китая. Ввиду действительной угрозы, исходя из мировых границ и общественной паники, Германия хранила своё крепкое молчание, начав принимать беженцев в свою страну под предлогом безопасности страны. Используя кризис как своё оружие, коррупция в стране распространилась максимально глубоко, позволяя спокойно создаемским лоббистам подавлять свободу Германии и объединять Европу вокруг европейской столицы. И как следовало ожидать, под руководством канцлера Германии от СДПГ Мартина Шульца, евроинтеграция европейских стран продолжилась ещё сильнее, активнее затрагивая тему объединения Европы в единое государство. 2009 год. Государство Либерия было полностью поглощено германскими инвестициями, которые позволили Либерии восстановиться после кровожадной гражданской войны. На выборах Германии социал-демократы впервые не оказались в большом большинстве. Им нужно было создать коалицию, и выбор коалиции ложился между ХДБ и Зелёными. Христианские демократы имели чересчур завышенные требования, в то время как политика Зелёных полностью одобрялась партией ССДМов, не создавая противоречий в будущей коалиции. 2011 год. В Тунисе случилась революция, в результате которой было установлено прозападное правительство. Однако в Ливии арабская весна была подавлена, и Италия начала колонизировать Ливию в результате антидемократичной повестки. Путин! Вор! 2019 год. Алексей Навальный становится президентом Российской Федерации. 2013 год. Парламентские выборы в немецкий парламент. На них яро возросла партия-альтернатива для Германии, став второй в парламенте, уступая лишь несколько процентов перед правящей. На заре тяжелой демократической победы на медиапространстве и фактическим опусканием единственного возможного союзника в виде партии Зелёных, социал-демократы были вынуждены подписать коалицию с христианскими демократами, сильно начав уступать перед любой оппозицией. И как бы не христиане пытались снова очернить любой вид независимой оппозиции, все их попытки обвинений в новом НСДАП оказались сущим провалом и успехом для правящей оппозиции, позволяя в 2017 году выпустить фильм «Он снова здесь». Однако фильм прекрасно перерос из комедии в прекрасную рекламную кампанию новой НСДАП, создав образ героя-комика из Адойфа Гитлера, походящего на потенциального лидера страны, готового решить все проблемы и выслушать собственный народ. Социал-демократы – это партия, которая достигла финальной точки развития, и её путь идёт вниз. У этой партии нет никакого контакта с массами. Социал-демократы исчезнут. Эта партия не находит отклика у немецкого народа. Адойф Алоизович в интервью с газетой «Aftenblooded» 22 июня 1933 год. И 5 мая 2017 года Мартин Шуиц подает в отставку, и с позволения АДГ формируется новое правительство Германии. Новый канцлер Эллис Вайндл первым своим указом начинает моментальный выход из ЕС, подписывая 50-й артикуль с минуты на минуту. Такой ход резко увеличил градус напряжённости и озабоченности Германии в Европе, поскольку весь курс предыдущего правительства Германии обошёлся коту под хвост. Последующие шаги федерального правительства выплеснулись немецкие вооружённые силы. Первый же указ после выхода из ЕС правительства был выход из НАТО, а также значительное расширение военных расходов и отправка нескольких танковых бригад в Кангалесскую гражданскую войну, которая началась ещё в начале 2000-х и не собиралась никак завершаться. Всего лишь несколько опытных солдат и яро-пацифистки настроенных митингов обошлись всей Германии с Африкой миром и процветанием. Уже на первый день прибытия в столицу была начата успешная кодра атака, которую никто не мог отбить ввиду измождённости от войны. Ценой такой щедрости Германии и немецким компаниям позволили заселять и, грубо говоря, захватывать африканский рынок, фактически возвращая Германию и немецкое правительство в битву за большой континет. После завершения интервенции в Кангалесскую гражданскую войну, Германия выступила в ООН. После доклад об экономике, проблемах всемирного голода, миграции, сегрегации, рабства и всему подобному, что привлекало внимание западное общество, оно не смогло помочь Германии наладить хорошее отношение с Россией Алексея Навального, которое под руководством антиправого правительства ставило вето на все действия Германии. Ибо сам факт восхода правополитической партии не давал отчёда пропагандистам из российского фонда борьбы с антисемизмом. Ибо до этого момента Германия под руководством Элайс молчаливо выдало президенту Северной Аравии Саддаму Хусейну кредит на создание ядерного арсенала, который до этого момента поставил памятник Адольфу Алойзовичу за спасение Ирака от американской аннексии, подумав, что немцам это очень сильно понравится. Спустя год, в 2018-м, произошли выборы президента Российской Федерации. Но зря яро западное спонсеримое настроение начались митинги с одобрением прозападных кандидатов в президенты Аравии. Многие обещания были сильно провокационными и шовинистическими, на основе чего Германия выразила свое опасение в президентской битве. Не обошлось и без массовой фальсификации и провокаций, когда во второй тур вышла Наталья Поклонская и Алексей Навальный, который сильно уступал Наталье Поклонской, не имеющей уверенной компании и сильной агитации. И когда выяснилось, что Поклонская становится президентом Российской Федерации и до этого получила 1 евро из Германии, то в России фактически началось гражданское противостояние, но не война. Сотни безработных и безличных личностей вышли на митинги и начали проецироваться на правительственную структуру. Спустя несколько дней правительство подало в отставку, и Алексей Навальный был признан президентом РФ. И единственной, кто не захотел поддержать правительство Навального, была Германия под рукостом Эллис Ванделл. 2019 год. В Швейцарии и одновременно в Австрии к власти пришли брагерманские настроенные партии, ратующие за распуск парламента и вступление прямиком в германскую сферу, Воспользовавшись своим влиянием, Германия привлекла Австрию и Швейцарию на свою сторону, дав им специальные договоренности при интеграции в немецкое общество. Подобные события напомнили 1938 год, потому и большая часть наших соседей возненавидела вас, потому что напряженность, добавленная нами, была слишком огромной. В середине июля на выборах в Дании победили правые популисты, моментально распустившие Кальмарскую унию между четырьмя скандинавскими державами. В 2020 году на выборах в Венгрии победили правые националисты, которые моментально обратились к Германии и вступили в их экономический блок. По Германии также ударила и пандемия коронавируса, однако которая не смогла оказать должного влияния на саму страну, ее альянс, народ и ситуацию в целом. Ибо к концу 2020 года скрипты объявляют армянно-азербайджанскую войну, в результате которой немецкие вооруженные силы примекают на сторону Нагорного Карабаха, помогая им сдержать Туран. Военные победы армянно-немецких сил побудили командование занять Нахичевань, которого бескровно заняли в результате бескорыстного руководства азербайджанских вооруженных сил, оставивших своих склав незачищенным от уничтожения. В результате этого одна азербайджанская дивизия оказалась одна в горе, и несколько месячный штурм горы с помощью танков побудил азербайджанцев ее сдать. К сожалению для Мода, белые миры было невозможно установить, поскольку между двумя странами нельзя было достичь компромисса и решения по усмирению, потому и танкам пришлось штурмовать Баку и внуждать Азербайджан к тотальной капитуляции. 2022 год. Единая Европа была сформирована, и за день до проглашения единства всех стран Мари Ле Пен победила на выборах во Франции и успешно заявила о выходе из Евросоюза и блока НАТО. На выборах в Польше победили националисты, заявившие о выходе из блока НАТО. В то же время Россия, ведя угрозу в Польше, совместно с разрешением организации свободных наций на ее и напала, заявив, что нужно ликвидировать фашизм любой ценой. Россия начала первую войну в Европе, и она была готова к войне, потому и выдвигалась в Прибалтику, расширяя свои верки. И дабы не допустить дестабилизацию страны, Германия принимает решение об ограниченном вводе войск на защиту Польши. Германия собирается ее оккупировать, Германия собирается ее защитить. Четыре танковые дивизии под руководством танкового аса Вольф Гага Шнайдерхена успешно остановили русское наступление, освободив Данцик, окружив Калининград и его деблокировав после 9 мая. Захватом последнего эксклава России завершилась несконедельная спецоперация. Кратковременная война оказалась позором для демитриализованной России, и ее президент Алексей Навальный был выжден совместно с немцами подписать перемирие о завершении конфликта. По мирному договору Калининград был сдан полякам, но спустя время в Варшаву прибыл делегация Атаньян-Саси, предлагавшая более выгодную сделку по рассмотрению территории. И поскольку немецкоязычное население начало становиться все больше и больше на территории Польши, а политика поляков была сугубо на создании чисто кровного нефедеративного государства, Германия предложила выгодный обмен территорией украинской Галиции на Калининград с извращенной землей. И Польша согласилась, начав готовить план по захвату окраины. Как итог, спустя несколько недель польское правительство удалось полностью починить немцам и превратить де-факто в государство-сателит. 1 июля началась война на Украине. Сотни самолетов и танков зашли в небо, и весь немецкий альянс принял активное боевое действие. Альянс НАТО к этому моменту был распущен, поскольку большая часть членов ее просто покинуло, не видя смысл продолжать сотрудничество. На первый месяц войны было отчаянное сопротивление в известной своей полянофобии Галиции. Однако за этот же месяц она была окружена, что позволит нескольким вооруженным силам сломить котел и двигаться вглубь Киева. К концу второго месяца боевых действий Киевский режим фактически лишился всех своих вооруженных формирований, и вся военная инфраструктура была возведена немецкими вооруженными силами в каменный век. Мирный договор делил окраину на два рейхс-комиссариата и также расширял территорию Приднестровской, Венгерской и Польской республики, вступившей в немецкий альянс. За это время в Греции и Сербии к власти пришли ансанлисты, а в Боснии исламисты. Блок Германии теперь задевает Балканский перешейк, и угроза, основанная на республике Сербской, теперь может завязать потенциальную третью мировую. 27 февраля 2024 года в обмен на инвестиции территории франкоязычной Шейцарии Франция отдает Эльзас в руки немцев, как совместный город франко-германской администрации. Экспансия Германии началась достигать сок края апогея, и 15 марта Приднестровско-Молдавская республика атаковала Молдавию и ее аннексировала. Российское правительство оказалось в шоке атакой Грести и незамедлительно потребовало от Приднестровья быстрого вывода войск в течение 48 часов. Не получив за такой срок ответ, Россия объявила войну Германии и ее непризнанным государственным сателитом. Официальное начало Великой Либеральной Войны. Основная задача Германии заключалась в быстром отстранении России от получения Кавказской нефти, заставив ее, будучи ослабленной, провести досрочные честные выборы, на которых решится судьба России. Но пока Германия начнет уступление до взятия Твери, Новгорода и Волгограда. Первые боевые действия не переваливали за сотни тысяч человек. Аккуратная и маневренная война Германии хоть и зачастую не могла полностью обеспечить захват зеленого воздуха, но она знатно ослабляла промышленность либеральной России, позволяя спокойно выходить к Астрахани. К моменту захвата Кубани и отрезания России от Южного федерального округа, миссинги против действующей либеральной власти начали потихоньку набирать высокие обороты. 1 июля 2024 года Поклонская взяла реванш у Алексея Анатольевича на досрочных выборах, и между Германией и Россией начались мирные переговоры. Их итогом стала сдача нескольких областей в пользу Германии и ее Прибалтики с формированием Капказского Рейхс-Комиссариата. Еще одним немаловажным фактором был призыв России к участию в спецоперации под реализацией Казахстана, который, как Восния, стал радикально исламистским и угрожал соленитету Российской Федерации. Завершив последнюю войну изгнанием терроризма, во всем остальном мире началось великое затишье. К концу партии президентом США стала какая-то женщина-ноциалистка из Телеграм-канала, в то время как власть Евросоюзе активно взяли зеленые популисты после того, как Ливия была освобождена путем жестокой партизанской борьбы, спонсируемой прямиком из Берлина. В самой же Германии случился восход новой национал-демократической партии, известной тем, что историческая ее принадлежность была у ультраправой популистической ДНВП. Лидер который был в первом гитлеровском правительстве. Придется ли немецкому националисту встать с кровати, или же такие действительно глупые ошибки могли хорошо реализовать мою больную фантазию из воздуха в реальности? Неизвестно. Но известно то, что на Ютубе готовят какие-то непонятные атаки, блокировки и угрозы. Потому я настоятельно рекомендую вступить в группу ВКонтакте и Дискорд сообщества, дабы не потерять связь со мной и с моими видеороликами в случае потенциальной блокировки Ютуба. Ну а я с вами еще не прощаюсь. Скоро увидимся. Продолжение следует...